Друзья, привет! Меня зовут Игорь, вы на канале Техногайд. Здесь мы говорим о новых гаджетах, а это будет не совсем обычное видео. Поговорим мы о новой камере Sony A7C. И это будут 5 моих аргументов, почему я считаю, что эта камера сегодня самый лучший вариант для съемки полнокадрового видео для YouTube. Классических обзоров на эту камеру уже в сети достаточно много, поэтому я решил остановиться на ней в разрезе своих задач как ютюбера. Если вы тоже создаете такого рода контент, то смотрим этот ролик до конца, что-нибудь полезное для себя точно найдете. Итак, аргумент номер один – это полноценное детализированное 4K видео на полнокадровый сенсор. В принципе, 4K на полнокадровых беззеркалках сегодня предлагают многие производители. Canon EOS RP, EOS R, Panasonic S5 и другие. Но практически всегда вы сталкиваетесь с определенными ограничениями. Всегда есть маленькое «но», которое часто перечеркивает достоинства той или иной камеры. Например, мы даем вам 4K в полнокадровой камере, но в 4K режиме будет ужасный кроп и не будет автофокуса. Да, привет мой Canon RP, который я недавно продал. Там как раз такая ситуация. Или в камере нормальный 4K, но она вырубается через 15-20 минут от перегрева. Или 4K вообще пишется только на внешний рекордер, а на карту памяти – ну никак. Так вот, если вам нужна классная детализация в 4K, без обмана, без заморочек, то вот ваша камера Sony A7C. 4K здесь пишется с оверсэмплингом с 6K. Камера захватывает в 6K, потом ужимает ее до 4K. На выходе получается реально классная детализация. Да, она стоит 2000 долларов с хвостиком, но если вы уже переходите на полный кадр и изучили немного предложения, то вы должны быть к этому готовы. Давайте посмотрим, какие еще камеры в этой ценовой категории могут подобное. И вот у меня тут нет вариантов вообще. Canon EOS R, там 4K с кропом, очень существенным. И по детализации камера явно не дотягивает до того уровня, как здесь. Я на примере сейчас не покажу, но поверьте на слова, я пересмотрел кучу сравнений, обзоров на эту тему. Panasonic S5, да, там классная 4K, но используется контрастный автофокус. Что это значит? Что да, он вроде как держит ваше лицо, если вы снимаете видео с ведущим в кадре, но задний фон едва заметно будет пульсировать, и в принципе автофокус может рыскать. Вообще в камерах Panasonic, я на них снимал достаточно долго, там автофокус лучше всего выставлять вручную. Но в 2021 году далеко не всех это устраивает. Самый ближайший по возможностям полнокадровый конкурент, это Canon EOS R6. Но там уже ценник 3000 долларов за тушку без объективов. И да, там будут у вас более расширенные возможности по съемке видео, там есть 4K 60 FPS, но 3000 долларов цена лично меня отпугивает, мы же все-таки для YouTube снимаем. Вот и получается, что A7C вот в этой категории, в таком контексте как бы единственное, если у вас есть альтернативы, есть варианты, пишите в комментариях, обсудим, будет интересно. И да, нужно отметить, что вот если прикапываться к деталям, то незначительный кроп при съемке 4K 30 FPS здесь все-таки есть. И я его даже не заметил, буквально когда готовился к этому видео, посмотрел еще раз характеристики, обзоры, и действительно пишут, что есть. Хотя реально он в реальности не замечается. И да, я знаю, вы сейчас скажете, YouTube это вообще не про качество, зачем париться, снимай себе в Full HD и все. Но, ребята, это так не работает. Если вы не супер харизматичный ведущий, какой-то стендап-комик, которого готовы смотреть в любом формате, в любом разрешении, если у вас не супер уникальный контент, если сам Тим Кук не дает вам сэмплы новых айфонов еще до их выхода на рынок, то вам так или иначе придется запариваться вопросом качества ваших роликов. Особенно если вы работаете в высококонкурентной нише, где, например, вот обзоры гаджетов, да, есть очень много раскрученных каналов, и для того, чтобы как-то себя комфортно более-менее чувствовать, как-то конкурировать, как-то жить с этим, то вам придется сделать так, чтобы ваши ролики выглядели, ну, как минимум, не хуже, чем у них. Или другой, например, аргумент. Кто-то может сказать, ты снимаешь свое видео в студии, с нормальным светом, бери кроп-камеру, и не связывайся ты с этим дорогим полным кадром. Ну, знаете, тут есть нюансы. Во-первых, хочется отделить нормально ведущего от фона. При этом, чтобы не нужно было физически стоять где-то далеко, или брать длиннофокусный объектив, ставить камеру где-то в дальнем углу большого помещения, чтобы добиться того же эффекта, как на полнокадровой камере. Тем более, задачи не всегда ограничиваются съемкой вот в таком формате в студии. Иногда нужно снимать что-то другое, например, портреты, людей, так или иначе, вот где-то на природе, в городе. Не всегда локации супер красивые. Иногда хочется добиться как-то большей художественности и эстетики в своих видео. И здесь полный кадр реально выручает. Второй аргумент в пользу Sony A7C. Это поворотный дисплей, вот такой вот, как мы любим, по всем осям. Наконец-то Sony это сделала. Не такой, как откидной был в A7 III, и как в их кроп-линейке камер Sony. А именно правильный поворотный дисплей для того, чтобы удобно снимать себя. Во-первых, это классно для влогеров. Те, кто ходит с камерой и снимает. Тревел какой-нибудь, вот какие-то такие жанры. Это самый удобный для них вариант. Плюс даже в таком формате съемки, как вот я сейчас себя снимаю в студии, это тоже такой экран, это очень удобно. Я не видеограф, я не обвешиваю камеру кучей там внешних мониторов и дорогого оборудования. А хочется, знаете, получить максимум все-все-все прямо вот из коробки. И, наконец-то, это есть и у Sony тоже. Возможно, это не самый крутой экранчик на рынке. Возможно, здесь не самое лучшее разрешение, размеры и цветопередача. Но нам, ютуберам, это все не так важно. Важно что? Видеть себя в кадре. Видеть, как ты скомпоновал кадр. Все ли у тебя там хорошо. Видеть, идет ли запись. В идеале наблюдать отметку автофокуса, что он поймал твое лицо или глаза. Ну и примерно хоть понимать, попали вы в баланс белого или нет. Ничего ли там не синит, не желтит. И не придется ли долго запариваться с цветокоррекцией на посте. И в этом смысле данный экран вполне решает вот все эти перечисленные задачи. А большего и не нужно. Третий аргумент в пользу A7C это автофокус. С этим у Sony всегда было все очень хорошо. А A7C это еще один виток эволюции вот в этом плане. Автофокус ловит моментально. Ваши глаза, ваше лицо сразу видит, фокусируется и держит в любых условиях, не ошибается. Если вы поворачиваетесь затылком или боком, оно начинает автоматически ловить, как бы держать в фокусе вашу голову или затылок. Очень удобно на самом деле, когда вам некому помочь, если вы снимаете сам себя. Вот, например, я снимаю обзор гарнитуры каких-то наушников. Я могу смотреть сначала прямо в кадр, потом повернуться боком, чтобы показать чаши, оголовье, как-то наклониться, повернуться спиной. И с камерой Sony я всегда понимаю, что буду в фокусе. Моя Fuji XS10, на которую я пишу, кстати, это видео, это моя личная камера, нет у меня такой уверенности. Я уже не говорю про Panasonic, с которыми я долго работал. И там вот просто всегда приходилось в таких ситуациях ставить фокус вручную. Иначе просто нет уверенности, что ты не запоришь весь материал. Отличный трекинг здесь не только лица людей, но и других предметов любых. Вот вы снимаете, например, распаковку, указываете камере на каком предмете фокусироваться, все, она его третит на протяжении всего фрагмента. Если предмет выпадает из кадра, потом появляется снова, она снова его схватывает. И что еще удивило? Вот знаете, у камер даже с хорошим автофокусом часто они входят в ступор, когда вы надеваете какой-нибудь большой, громоздкий, светосильный фикс-объектив. 85 мм, 135 или какие-то вот аналоги. Вот такую штуку я, например, в Canon'ах наблюдал, хотя у них там тоже, в общем-то, эталонный автофокус. Но все производительность этого автофокуса очень резко падает, если вы надеваете какой-нибудь массивный объектив с большими массивными линзами. Sony A7C я тестировал не только с китом, но и с вот этим королем боке G-Master 85 мм f1.4. И даже на открытой диафрагме автофокус, ну просто близок к идеалу по работе. Ничего не гуляет, сразу моментально все ловит, очень все здорово. Это, знаете ли, уровень. Четвертый важный для меня пункт – это матричная стабилизация. На момент выхода A7C была самой компактной полнокадровой беззеркальной камерой с этой функцией. Почему это так важно, спросите вы. Действительно, львиную долю роликов я снимаю в студии со штатива. И может показаться, что как бы матричная стабилизация и не нужна. Но это не так. Даже в этом режиме мне часто нужна помощь ассистента, чтобы подснять что-то. Например, там, обзор мышки, клавиатуры. Мне нужны какие-то ракурсы, которые, ну просто не снимешь со штатива. Они требуют держать камеру в руке. Я уже не говорю о съемках где-то на локациях. Например, автомобиля обзор вы снимаете. Вам нужно что-то в салоне снимать, еще и когда автомобиль едет. Но вы же не будете в салоне как-то располагать штатив. Возможность снять камеру и с рук что-то подснять. Даже я не говорю о проводках с рук. Для этого, конечно, нужен стедикам. Но хотя бы статично что-то подснять с рук. Это очень-очень важно. Тем более, часто бывает так, что хотите вы снимать не с каким-нибудь китовым объективом, а с хорошим светосильным объективом, с фиксированным фокусным расстоянием. А такие объективы, как правило, не имеют оптической стабилизации. Вот здесь как раз матричный стаб и очень выручает. Потом накидываете в премьере варп стабилайзер или аналогичная функция в файнал кате и получается очень даже сносное видео. При этом такие будут ракурсы, которые вы со штатива никак не снимете. Конечно, матричная стабилизация в этой камере далеко не такая идеальная, как в камерах, например, Panasonic. Но, тем не менее, она есть и это важно. Она выручает и эффект от нее очевиден. И пятый аргумент – это выбор оптики под данную систему. Никто не хочет снимать на пластиковый китовый объектив. Все хотят боке, все хотят светосилу, и чтобы без хроматики все было в фокусе, резко и качественно. И при этом за вменяемые деньги мы же для YouTube снимаем, для своих подписчиков. Мы не работаем с голливудскими бюджетами здесь. И тут такая история, что еще несколько лет назад объективы для камер Sony были очень дорогими, особенно для полнокадровых камер. Если хочешь нормальное качество, автофокус, то бери G-Master вот такой и все. Никаких альтернатив. Сегодня ситуация изменилась к лучшему. Есть уже альтернативы подешевле, как от самой Sony, так и от сторонних производителей. Те же Tamron, Sigma там на подходе. И все это, что очень важно. Нормальные автофокусные объективы. Никаких переходников не нужно. Никакой вот этой мануальной фокусировки. Все, как мы любим. Надел его и снимаешь. В других полнокадровых системах, если это, конечно, не Canon, вы такого выбора, наверное, не найдете. Посмотрите на полнокадровую линейку Panasonic. Посмотрите на среднеформатный Fujifilm. Ну, я говорю о среднем формате, потому что у Fujifilm полного кадра, вот, full frame нету. Не знаю, кто-то снимает вообще видео для YouTube на средний формат. Если вы снимаете, напишите обязательно в комментариях. Может быть, на работу меня возьмете. Так вот, там, если я не ошибаюсь, все объективы родные в основном и очень дорогие. Ситуация улучшится обязательно. Для тех же Panasonic'ов я слышал, что Sigma собирается выпускать, или уже что-то выпустили для полного кадра. Но, тем не менее, снимать нам надо-то уже сегодня. И в данной ситуации, вот прямо вот на сейчас, то, на мой взгляд, Sony и Canon – это наиболее сбалансированные системы с точки зрения выбора оптики под полный кадр. Если бы я сейчас переходил вот на Sony A7C, наверное, взял бы либо Tamron 2875 f2.8, если я не ошибаюсь. Есть такой объектив, закрывает полностью все задачи. И, возможно, со временем дополнил бы его каким-нибудь макрообъективом, чтобы снимать вот крупным планом какие-то разъемы там в смартфонах, вот что-то подобное, какую-то мелочь. Или еще вариант, например, ширик 35 мм, светосильный какой-нибудь, для съемки вот таких вот ситуаций, когда ведущий, чтобы отделить его от фона, чтобы все было по красоте. И с более длинным фокусом уже второй объектив макро для предметки. Что по недостаткам? Как и в любой камере, они здесь есть. А то, получается, расхвалил эту камеру, вы, наверное, подумаете, мне ее подарили, и теперь я ее хвалю. На самом деле нет, я остаюсь со своей Fuji, и пока что не перехожу с этой системы. А Sony у меня на недельном тесте. Поэтому обо всех недостатках, которые я нашел вот в разрезе производства контента для YouTube, сейчас буду рассказывать. Первый недостаток лично для меня – это управление. И я сейчас не про меню. Меню Sony я знаю, что многие ругали. В принципе, нормальное меню на сегодняшний день, привыкнуть можно. Я говорю о другом, о том, почему я не могу использовать сенсорный экран для того, чтобы для навигации по меню. Ведь экран здесь сенсорный. С его помощью можно выбирать точку фокусировки, можно там управлять автофокусом. Но почему бы не сделать и навигацию по меню тоже, как это реализовано в Canon и Panasonic. Я знал, что Sony, по-моему, уже сделали это в A7S III. Это топовая модель, гораздо более дорогая, чем эта. Но здесь почему-то этого нет. Хотя, ну, казалось бы, неужели эта функция как-то сильно удорожала бы камеру. Ну и, конечно, хотелось бы 4K 60fps. Все-таки камера с ценником плюс-минус 2000 долларов. Не знаю, может быть, процессор не тянул, может быть, опасались внутренней конкуренции. Но если бы 4K 60 кадров в секунду, даже с кропом здесь было, то камера была бы просто бомбой. Зачем 60fps? Ну, во-первых, для каких-то таких кинематографичных биролов, когда вы потом замедляете свое видео на посте, выводите, снимаете в 60fps, 50fps, выводите в 30fps. И у вас получается такая плавненькая картинка, замедленное, красивое видео. А еще так называемый Color Science, да, цвета, которые вы получаете непосредственно из камеры для JPEG и для видео. Я знаю, что Sony часто раньше вот особенно ругали за цветопередачу. Особенно это касается кожи людей. Вот она получалась в каких-то неестественных оттенках. Ну, как-то люди жаловались. В этой камере проделали хорошую работу в этом отношении. Если вы снимаете при естественном свете, то, в принципе, особо-то и работать с цветом не нужно. Ну, там, подтянуть там контрастность, тени, как вам нужно по сюжету, по вашей идее. А вот как-то сильно менять ничего и не приходится. Ну, по крайней мере, ну, если вы не кино снимаете, вот какие-то такие ролики, как я. И все-таки вот сегодня, на текущий момент, мне все равно цвета, которые вот получаете вы естественные из камеры, мне в моей Fuji, в новых, в принципе, Fuji и в Canon, мне нравится пока что больше, чем в Sony. В том числе и в этой модели. Понятно, что можно профиль баланса белого там вручную подрегулировать. Можно настроить под себя. Можно потом уже на посте все это цветокорить. Можно, в конце концов, снимать в логарифмическом профиле. Да, все это можно делать. Но мы же хотим, так, по-простому получить сразу из коробки, чтобы было красиво. В этом смысле, наверное, еще нужно немного поработать. Ну, вот такие вкратце мои впечатления. Означает ли это, что вам нужно сразу вот брать деньги и бежать менять систему, брать вот эту Sony A7C? Наверное, нет. Нужно все взвесить. Сколько вы зарабатываете сейчас, в данный момент на YouTube? Как быстро окупятся ваши вложения? Есть очень много достойных камер для YouTube, особенно в кроп-сегменте. Для начинающих, наверное, точно стоит взять что-нибудь попроще, подешевле, а там уж как пойдет. Но если вы уже вышли на определенный уровень дохода от своего YouTube-канала и созрели для перехода на Full Frame, понимаете, сколько это стоит, смена системы, сколько обойдется примерно камера, оптика, то эту камеру вот для таких пользователей я могу смело рекомендовать. Лучше вы на текущий момент просто ничего не найдете. А если найдете, то это будет существенно дороже. Как по самой камере, так, наверное, и по оптике. На этом все. Подписывайтесь обязательно на канал, особенно если у вас тоже канал со схожей тематикой, я в ответ обязательно подпишусь и на вас тоже. Да и вообще, если вы тоже снимаете контент для YouTube, варитесь в этой теме, то пишите свое мнение о камерах, о технике в комментариях, обсудим, думаю, будет интересно. Спасибо, что досмотрели до конца и до встречи в новых видео. Пока.